здравствуйте друзья вашему вниманию звонок коллектора прям мне кто не в курсе у меня тоже были долги вы услышите когда это было не до сих пор дурачье звонят мечет там пытаются и самое главное действительно верят в то что говорят и вот сейчас явный пример звонка одной идиотки которая действительно верит в то что говорит причем не пытается даже задумываться что если человек два с лишним года никаких санкций на себе не претерпел то что-то должно произойти почему-то после ее звонка обязательно явный признак работы по скрипту раб с арабское мышление просто зомби ну давайте послушаем и убедимся в очередной раз алло здравствуйте компания верет старшин сектор волкова кристина викторовна фирма раздала разописываться каждый раз помещал дмитрий евгеньевич это вы да галина викторовна это я меня зовут кристина викторовна кристина викторовна красивое имя дмитрий евгеньевич беспокоилась по поводу вашего долга в финансовой корпорации открытие по властным потребительскому кредитам дмитрий евгеньевич на протяжении уже долгого времени 739 дни простите вы не можете погасить свой долг в полном объеме по какой причине вы планили почему не могу 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 но не хочу а почему 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 не хочу мультиков насмотрелся в детстве про не хочу ху я про против системы иду против системы иду я поняла дать мне сказать пожалуйста вы понимаете что по статье 39 30 10 гражданского кодекса федерации вы не имеете права отказываться не хочу эти статьи указывают на недопустимости ну такое вот я против системы иду говорю не хочу под запись разговора не хочу а ну сделает со мной что система давайте подумаем вместе за 700 с лишним дней я думаю вы прекрасно об этом знаете я должна я уверен что нихрена она не делает кроме того чтобы девушек с красивыми именами под пули бросать кристин викторовна всяких чем я очень сильно сомневаюсь так мне весело образованный человек не должен быть серьезным все глупости делали серьезным выражением лица что должно произойти что должно произойти если за семьсот два года я этого не делал не совершенно комфортно себя чувствую неужели вы думаете что меня сраные коллекторы могут к этому смотивировать а кто коллекторы да почему да я никому ничего не должен знаете чем отличается моя жизненная позиция от вашей скорбной жизненной позиции у меня по крайней мере нет долгов да это вас жестоко обманули у вас есть большой кармический долг вот как только по вашей указке какая-нибудь бабушка или мужик даже пускай даже не просвещенный побежит и отдаст последняя вы себе кармический долг формируете очень серьезный да а со мной вы наоборот подчищаете кармический долг потому что вы расчитываете за деталки получаете ну кто-то оскорбление ну все зависит от моего настроения кто-то просто оплюх вот как в данном конкретном случае да вынужден слушать а чё поделать уже понимаешь да что ничего с него не склеится а почему а почему не ну почему скажи мне почему почему не тыкать тебе очень нужно чтобы я потыкал кто-нибудь я себя уважаю но я голос из трубки не могу понять почему я должен уважать голос из трубки голос который попрошайничает да я же говорю а чё тогда звонишь потому что за свои копейки в пину гнешь за свои позорные жалкие копейки неужели нет нормальной работы ну скажи мне пожалуйста а вот у меня приходит девочка на работу устраиваться молодая неопытная я ее беру потому что мне нужны люди допустим а ты чё поперлась коллекторы работать ну объясни мне и всем другим а сама себе людей в заблуждение в каком смысле это что значит раз так раз вы так считаете что юристы вводят людей в заблуждение но оставьте нас в покое пускай мы пачками людей в заблуждение будем вводить а потом раз вы правы они мы они к вам идут они к вам потом опять попадут все ваши квартиры и так далее кто чё пишет мы сумасшедшие что ли там на основании чего на каком основании на основании закона какого закона можно описать квартиру у человека да бывает вас жестко обманули бывает у всех моих клиентов бывает бывает вы обманываете по моему своих клиентов если так зачем вы тогда звоните и говорите хорошо если мы обманываем подождите еще годик еще триста дней пускай проценты набегут а потом берите меня незаконно послушного и долбите что же вы меня каждый день долбите а на кодексе банк-гуджеский с вас долг к полному а не на меня друзья ну вот так вот закончился этот диалог кто не понял что я хотел сказать вот в пылу этого словесного состязания я сейчас спокойной обстановке вам расшифрую вот смотрите кто-то может сомневается что юристы помогают людям грамотные юристы типа компания лям дают результат людям создают условия когда банком либо кредитором выгодно отказаться от претензий ну либо привозят клиента к комфортному платежу вот и многие сомневаются есть бесспорная непоколебимая на мой взгляд доказательство того что те кто сомневаются неправы и самое интересное что это доказательство нам демонстрируют сами коллекторы самым за сами взыскатели то есть многие из вас уже понимают что когда перестают платить в банк то коллекторы ну либо взыскатели с банков ожесточаются в разы то есть человек что-то там по плате то ну и бьет такой скажем так мягкий наезд и как только человек принимает окончательное решение не платить то начинается террор со стороны взыскателей и они там вот в этих случаях начинают пугать законами они начинают говорить что там подадим суд третьим лицам передадим выездные группы то есть мотивирует человека на оплаты притом при всем держит четкую свою позицию что закон на их стороне и платить все равно придется и теперь господа сомневающиеся ответьте сами себе вот прям сейчас на простой вопрос если закон на их стороне если все эти дикие проценты так или иначе человеку придется отдать чем дольше он не платит тем больше эти проценты чем больше проценты тем читай больше прибыль банка зачем коллекторы так агрессивно после того как человек перестает платить а уж тем более после того когда они узнают что человек под защитой юристов вот такую агрессию проявляют истерят практически их там разрывает на части почему не гораздо ли проще услышали что человек обратился к юристам окей а юристы же обманщики в любом случае там какое-то время пройдет человек все равно поймет что его обманули и через там полгода через несколько месяцев все равно вернется в банк потому что банк утверждает что в любом случае отдать придется деньги с процентами только гораздо большими чем сейчас то есть получается что в этом случае банк вдвойне выигрывает то есть юристы на стороне банка выходит вот так почему же тогда банкиры так злятся когда человек попадает на обслуживание к юристам да все просто по что юристы действительно делают то что так не нужно банком потому что если бы еще раз повторю юристы обманывали если бы компания ли обманывала и действительно бы закон сто процентов как говорят коллекторы и сами банкиры был бы на стороне взыскателя то смысл человека выдергает но не платит не платит полгодика пройдет он поймет что юристы обманули он опять вернется в банк но уже с гораздо большей шапкой долга не то ли желанный результат не это ли тот самый заработок дополнительных для банкиров но сами вот ответьте себе на этот вопрос еще раз повторяю господа сомневающиеся все же на ладони нет потому что если человек действительно грамотно защищается либо его интересы представляют опытные специалисты имеющие за плечами не одну сотню клиентов уже довольных в этом случае банку ничего не светит для банка это потерянный персонаж вот почему они злятся вот почему они говорят что юристы обманщики вот почему они говорят что юристы вводят заблуждение я не спорю есть и такие юристы я сейчас на себе тельняшку рвать не буду если кому интересно ссылочка на наш сайт в описании пройдите посмотрите сайт наши там видео выложено как устроена наша работа и только глупый не поймет там до такой степени все ясно и отчетливо рассказано вот на простом человеческом языке с минимумом юридических терминов вот только глупый не поймет что все на самом деле решаемо я не скажу что все просто но для специалистов действительно просто самостоятельно даже я говорю что даже самостоятельно можно сделать но этого нужно ну хоть немножко начать разбираться юриспруденции а если на это нет времени желания либо способности то можно довериться специалистам и получить результат итак я вас переправляю на сайт на наш посмотрите на сайте выложено видео и потом уже если кому-то нужна юридическая помощь либо уверенность в правоте юристов делайте уже выводы они такие найти на лету выловлены и вот так вот я про аргументировать могу ситуацию а ну и конечно поставьте лайк если вам понравился ролик подписывайтесь на наш канал чтобы быть в курсе очень много полезного на нашем канале веселого интересного и группа в контакте есть ссылочка в описании вступайте там все ролики дублируются в этой группе у вас с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания олям всем хорошего друзья до свидания